На лыжном стадионе корпоративным соревнованием готовится Ирина Терехова. Сотрудница в Торчерметов эти выходные побежит дистанцию в 2 километра. Сегодня это расстояние женщина преодолела за 14 минут, установив личный рекорд. Хотя до этого на лыжи не вставало 10 лет. Неудачный такой опыт был. Было сильно холодно на соревнованиях. И, в общем, от сильного хода я не могла вздохнуть. В другом клетке у меня все пересперло дыхание. И я испугалась, что все, умираю. И после этого я отказалась участвовать в зимних видах спорта. А потом вот что-то обратно захотелось. Особенно после карантина восстановить дыхательную систему. Надо отталкиваться хорошо и ехать. А вот первоклассник Ярик только-только встал на лыжи. Сейчас мальчик двигается по переменным двухшажным ходам. Как и положено, не все получается сразу. В таком же возрасте с этим видом спорта познакомился и отец школьника Сергей Чернов. Сейчас мужчина в среднем пробегает по 15 километров. А будучи в лучшей кондиции, дистанция увеличивается вдвое. Лыжи любимый. Это самый, наверное, популярный вид у нас. Вообще в России и в мире, наверное, самый массовый, я считаю. Вот здесь даже если посмотреть, катаются люди от 5 лет и заканчивая чуть ли не 80. Сергей – один из постоянных участников акции «Лыжня России». И в этом году горожанин традиции нарушать не станет. Спортивный праздник пройдет в субботу, 13 февраля на двух трассах – на лыжном стадионе и за трамвайным депо. Сейчас спортклуб начал принимать коллективные заявки. Меньше чем за неделю онлайн зарегистрировались 500 участников. В прошлом году «Лыжню России» пробежали 6 тысяч череповчан. Однако в этом организаторы ожидают меньше спортсменов-любителей. Из-за ограничений на старт не смогут выйти люди старше 65 лет. Череповец в этом году не будет центральной площадкой для проведения спортивного праздника «Лыжня России» в Вологодской области. В городе проведут лишь массовые забеги без определения победителей. Основные соревнования пройдут в Вологде. Там лыжники будут бежать несколько дистанций, призеры получат награды от Министерства спорта. Массовые забеги в Череповце – это дистанции от 1 километра и более. Время учитывать не будут. Жители города, которые лично хотят принять участие, или семьи, которые также лично, они могут прийти в любое время. Обе трассы будут работать с 10 часов. Организаторы напоминают, у несовершеннолетних участников акции должны обязательно быть медицинские справки о допуске. Также каждый, кто пройдет «Лыжню России», получит памятные сувениры. Александр Шагичев, Сергей Павлов. Новости.